Тут, извини меня, пример Финляндии, просто там что-то ее спалили на том, что она за счет государства возила своего ребенка в школу или в сад. Это даже по нашим меркам, это даже не ошибка, святая женщина. Какие могут быть к ней претензии? Кадыров это Смотри, под госслужащим подразумевается очень большой спектр организаций и работающих в этих организациях людей. Какие карьерные возможности есть у молодых жителей Чечни на сегодня и как обстоят дела с работой, занятостью, оплатой, труда? Очень плохо обстоят дела, сейчас еще хуже обстоят дела. Официально Росстатт объявлял, что самыми лидерами по безработице являются как раз Кавказские республики. И они там даже придумали какую-то схему, чтобы кавказцы переезжали жить и работать куда-то на Урал или в Сибирь, потому что там наоборот рабочие места есть, то есть там не дефицит, а профицит. И вот они типа хотят таким образом вывозить кавказцев туда. Конечно, очень плохо все обстоит. Тумсо не тот человек, кто может давать оценку такому как Закайя. Тумсо в 15-м работал на власть РФ. Это ложь и клевета на меня. Я никогда в своей жизни не работал на власть РФ. Вала Аллаху. Аллах уберег. Никогда не работал. Я работал в РФ. Но не на РФ. Это разные вещи. Работать в и работать на. Совершенно разные вещи. Поэтому отдавать оценки, критиковать, высказывать свое мнение может не только Тумсо, а любой чеченец может это делать. Никто не может ему закрывать рот. Тумсо, я, мы, смотрю тебя, зная, что ты тоже допускал много ошибок в твоей жизни. Но ты часто напрашиваешься на фитму между нами и на то, чтобы я делал и против тебя подобные высказывания, выискивая твои. Я не знаю, какие ты там видел мои ошибки и, зная это, ты меня смотришь. Есть очень крутое, я считаю, правило в политике. Если облажался, больше не политик. Ты прости, пожалуйста, но не существует в политике такого, что ты облажался и потом дальше еще там на что-то претендуешь. Так не бывает. Если, тут, извини меня, пример Финляндии, просто там что-то ее спалили на том, что она за счет государства возила своего ребенка в школу или в сад. Это даже, по нашим меркам, это даже не ошибка. Святая женщина, какие могут быть к ней претензии? Эти журналисты это выискали, что она не имела права. Это как, знаете, это как будто бы она за государственную казну возит ребенка. То есть не за свой счет, она должна была за свой счет. Мы даже не можем себе это представить, это какой-то уровень космоса. Я же говорю, мы бы никогда не обратили внимания даже на подобное. Для нас она просто святой женщиной была бы. А они это выискали, значит, предъявили. Что она сделала? Она не сказала, да, ошибку допустил. Что вы теперь давайте? Нет? Нет? Отставка. Все. Облажался, ушел. Нет, в политике нет вот этого. Давай сейчас простимся, возьмемся за руки. Нет, товарищ, мы же не призываем никого расстреливать. Но за свои слова и действия нужно отвечать. И отвечать нужно как раз вот тем, что ты просто больше не делаешь так, чтобы тебя больше не видно и не слышно было. В том, что согласись, Россия страна возможностей, ведь только в России ведущий одного из государственных каналов может посетить один из регионов страны, а наместники будут принимать его чуть ли как президента другой страны. Ну, этот же самый ведущий, он в России. То есть, страна возможностей России не только потому, что он может поехать его принимать. Этот же ведущий может вливать в уши россиянам какую-то патриотическую дичь, при этом иметь там имение где-то в европейских странах на Западе, который он в этих своих эфирах называет врагом, исчадием ада. Только в России пропагандист может иметь гражданство на Западе и при этом хаять этот Запад и говорить, что это враги. Поэтому, да, Россия это страна возможностей. Только в России, мне кажется, ведущие пропагандистских каналов становятся олигархами. Я не слышал, чтобы в каких-то других странах, ну, по крайней мере, в западных странах, чтобы ведущие каких-нибудь новостных каналов становились бы олигархами. Я пока таких не встречал, хотя, наверное, может быть, такие есть. В том, что у вас есть программа-манифест. Ну, я же не политик, я блогер. Какая у меня может быть программа-манифест? Если я стану политиком, тогда у меня будет своя программа, какие-то идеи, да. Но пока я являюсь блогером, я обсуждаю чьи-то программы, чьи-то манифесты. Я сейчас занимаюсь этим. Если просматривать историю этого государства и всех его предыдущих реинкарнаций, здесь всегда было такое направление и такой строй. И беспредел. Думаешь, это изменится? Сложно поверить. Не знаю. Я вообще оптимист по своей сути, поэтому я всегда допускаю хороший сценарий. Кадыров это А. Абу Джагаль чеченского народа Б. Предатель чеченского народа С. Падишах чеченского народа Д. Наместник России Это вопрос ко мне, Митрандир Иландур. Я думаю, здесь правильно несколько вариантов. Несколько можно вариантов выбрать. Хотя, мне кажется, Абу Джагаль более достойный, чем Кадыров. Поэтому убираем вариант А. Б. 100% правильный. А. С. Убираем. Д. Я думаю, тоже правильно. То есть, два варианта правильных. А. Предатель чеченского народа И. Наместник России Митрандир Иландур Кадыров это Манкурт Кафир Мунафик Джагаль Ну тут прям все варианты в точку. Митрандир Иландур Тут я не один, наверное, не исключу. По-моему, все в точку. В десяточку. Ты как будто бы четыре дротика кинул И все они попали в десятку. Оказывается, Тумсо не чистый чеченец, а метис. Поэтому он казахов не любит, говорит. Вот если Митрандир Иландур четыре дротика кинул в десятку, То ты бросил два и ни один не попал. Я не метис, во-первых. И во-вторых, у меня нет никакой нелюбви к казахам. Ты ошибаешься, дорогой друг. Тумсо, для тебя любой государственный служащий и чеченец, Работающий в этих структурах, является предателем? Если да, то почему? Смотри, под госслужащим подразумевается очень большой спектр организаций. Ну и работающих в этих организациях людей. То есть, они могут быть госслужащими, Но не относиться к силовым структурам. Если мы говорим именно про какие-то конкретные силовые ведомства, То я считаю, да. Да, конечно, да. Но, опять-таки, их тоже я всех под одну гребенку не гребу. Я их тоже разделяю. Среди них есть те, которые конкретно преступлений не совершили. И такие люди, я считаю, это мое мнение чисто, Я считаю, что они, безусловно, должны быть иллюстрированы. Но какую-то ответственность, да, кроме вот этой иллюстрации, Они, конечно же, не понесут, потому что преступлений за ними нет. Но там есть и конкретные преступники, То есть, те, кто пытают, убивают, фабрикуют дела. Были, ну, очень такие, знаете, страшные люди. И те, которые этим людям помогают, то есть, их стерегут, там, охраняют. То есть, там отдельная такая есть категория людей. И есть отдельные структуры, в которых не может быть невиновны. Вот, смотрите, допустим, я не знаю, сейчас есть они или нет. Раньше был там ОРБ-2, была такая структура, это бывший РУБО. Еще шестой отдел их называли. Вот, они, по-моему, сначала нулевых, и, может быть, они и сейчас есть, я не знаю. Может быть, их и нет. Вот, те, кто там работали, все, там нет такого, что, если мы, например, к ППСу можем отнестись так, вот, в целом, ППС, это, ну, патрульно-постовая служба, значит, ходят по дорогам, что-то там охраняют. Но, среди них есть вот какие-то там прямо твари, преступники страшные, которые пытали, там, убивали. То здесь, наоборот, в ОРБ, они все априори, по умолчанию, они все твари, они все преступники. И уже там индивидуально нужно разбираться, может быть, там будет кто-то, кто случайно попал. Мало ли, я не знаю. То есть, такие вот, или вот второй полк, например, имени там, спецполк имени Ахмата Кадырова. Это тоже такая структура, где там, ты, если туда идешь на работу, ты изначально идешь, зная куда. Поэтому там, по умолчанию, все они преступники. Ну, а индивидуально уже нужно рассматривать. Может, там кто-то, опять-таки, по принуждению туда попал. И так далее. Лозунгом всех нормальных людей в мире сегодня должен быть один. Замочить Путина в сортире, кто согласен, ставим лайки. Кстати говоря, про лайки, посмотрим. Я вижу, 584 отметки нравится при 3500 зрителей. Поэтому сейчас вы закрываете чат, перед вами открывается такая панель кнопок. Первая кнопка, это палец вверх, и он у вас будет не закрашен белым, если вы его не нажали. Вот его надо закрасить белый цвет, и потом снова открыть чат, вернуться к этому эфиру. Тумсо, главы Северо-Кавказской республик промолчали, когда принимали закон о необязательности изучения родных языков. Они не понимают, что язык в республиках сохраняется только из-за мононациональности. Не знаю. Я помню эти дебаты, баталии вокруг этой темы. Мне, честно говоря, тоже не совсем была понятна эта тема. Я тоже не сильно во все это вник. Но очень многие по этому поводу переживали, высказывали свою обеспокоенность. И я думаю, она была не беспочвенной. По лайкам можно определить, сколько воргов тут сидят. Я, кстати, человек 100, наверное, 100 с лишним поставили палец вверх. А остальные такие, ну да, типа сейчас мы будем закрывать чат и ставить тебе лайк. Мы тут рубимся в чате. Нам некогда отвлекаться. Подумали и продолжили, видимо. Субтитры сделал DimaTorzok